Хей-хей-хей! Всем привет, дорогие друзья, с вами Ченоски, и мы с вами продолжаем играть в замечательную игру под названием Tasty Planet Forever! Друзья, в прошлый раз мы поставили 100 лайков, давайте соберем теперь столько же, чтобы получить следующую серию. Ну а прямо сейчас у вас на экранах только комментарии из предыдущего видео, чтобы попасть в следующую подборку, не забываем оставлять комментарии под этим роликом. Ребята, в прошлый раз мы проходили игру за котика, а теперь давайте попробуем за осьминожку. Так, что же будет эта осьминожка делать, мы сейчас с вами узнаем. Итак, поехали. Так, смотрите, комикс. Был осьминог, значит, на дне себе морского спокойно, и вдруг понял, что захламляют океан его родной мусором всяким, пакетами, этими стаканчиками от кофе, туалетом даже. И всплыл он наверх, и решил отомстить. Чем-то напоминает октагедон, знаете? Ой, нифига себе, мы прям мусор, ребят, поедаем для того, чтобы стать больше. Ну, в принципе, о, кстати, можно тоже ускоряться. В принципе, ну, выглядит это намного... О, кстати, можно будет еще и вверх плавать, прикольно. Прикольно, то есть мы прям на самом дне, считай, и все, начали уже бычки. Бычки от сигарет. Вот, ребят, не зря говорят, курение вредит вашему здоровью. Не стоит курить, особенно если вы осьминог. Я так думаю, это 100%. Так, а что теперь? Что теперь? О, рыбки какие-то там даже есть. Слушайте, а что мне сейчас-то кушать? И мне что-то вроде бы... А-а-а, что это такое? А, это бутылки, пробки, пробки от бутылок, пепси, наверное, что-нибудь такое. Да, пластиковые всякие бутылочки. Слушайте, а мы стали уже достаточно крупным осьминогом. Что теперь? Теперь бутылки от металлические какие-то. Пока не знаю, от чего они, но выглядит очень даже неплохо. Слушайте, а что там были какие-то, я не знаю, это для гольфа, что ли, шарики? Что вот это за шарики огромные? Так, отлично, поедаем теперь конфетки. Конфетки, бараночки, все, кушаем. Все, кушаем подряд. Так, осталось пластиковое... Тут еще приплывает все. Ребят, еще и приплывают разные вещи. Кстати, смотрите, мне сейчас нечего есть. Мосьминог, вот, только сейчас приплыло, видите? Мосьминог какое-то время был голодный, но теперь он может продолжать. Так, куда теперь? Вот еще. Может взлетать вообще вверх. Слушайте, за осьминога даже прикольнее, чем за кису, если честно. Да, это был шарик для гольфа, в общем-то. Так, какие-то соломки мы кушаем. В общем, наш осьминог пока... Ой, нифига себе! Не-не-не, такую рыбу я не хочу трогать. Я так думаю, что это нам не в плюс будет. Офигеть, он высоко прыгает, кстати. Но пока довольно маленький, пока довольно маленький осьминог. Видно это сразу, что он пока только совсем маленький мусор ест. Так, о, можно рыбку уже. Ну, рыбка вообще ни при чем. Рыбка же она не мусорила в море. Зачем он ее ест, непонятно. Кстати, походу, что вот эта рыба большая ест маленьких рыбок? Нет уж. Это моя еда, я ее никому не отдам. Так, ложки, вилки теперь тоже идут в расход. Вот, да уж, ребят, наш осьминог, мне кажется, сейчас... Интересно, а потом мы прям, ну, типа, в город пойдем? И будем кушать все в городе или нет? Пока что стаканчик я от кофе не могу. Зато здесь я нормально так поел. Рыба все еще для нас нормальная тема. Слушайте, ну, я не знаю, а что теперь? Что теперь? Очень, блин, меня все-таки укусило немножечко, но я ничего не мог сделать, потому что я хотел съесть вот эту вот рыбеку. Так, прям не знаю, не, на самом деле здесь сложнее играть, чем за кису, потому что, видите, здесь приходится прям много где плавать. Плюс еще минус в том, что рыбы иногда уплывают, иногда приплывают, то есть надо за этим следить внимательно. Так, все, теперь можем эти баночки есть. Баночки из-под, не знаю чего, кола это или пепси или что-то такое. Блин, опять уколола меня эта рыба, ешь, хотя это, по-моему, морской лев называется такая рыба, ребят, точно не уверен, но, по-моему, именно так. Смотрите, можно прям кофейную тусовку строить. Так, хорошо, 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 продолжаю есть пока что... Хватит уже, мой осьминог и так уже страдает. Так, здесь бутылки пока валяются, которые я не могу. Сколько же здесь стаканчиков от кофе. Блин, с каждым уколом я прям как чувствую его, как укол в мое сердце, ребята. Вот честно. Так, давайте еще немножечко кофе сюда принесем. Так, две, получается, два рыбы-льва, или две рыбы-льва, лучше, наверное, сказать, у нас с вами на карту. Слушайте, ну это вообще как-то слишком долго. Как-то, мне кажется, разработчики переборщили. О, наконец-то кофе можно скушать. Бутылочки теперь тоже можно... Все, началось, началась жесть, ребят. Сейчас наш осьминог, мне кажется, станет способным съесть даже рыбу-льва. Спустя какое-то время, конечно. Так, блин, нет, рыба-лев пока что для нас слишком, слишком мощный. Давайте поплывем тогда в эту сторону. По-любому здесь у нас есть еще что покушать. Да, кофе. О, пошло, пошло дело. Офигеть! Смотрите, тут даже рыба... Ой, я рыбу говорю. Этот, как его зовут-то? Альбатрос. Альбатрос летает. Или чайка. Что-то такое. Кстати, рыбы-львов стало еще больше. Надо с этим тоже очень аккуратным быть. Слушайте, а уровень-то на самом деле очень большой, надо сказать. Офигеть, вот это рыбеха, видели? Уровень очень большой, надо сказать. Очень большой, причем. Все, наконец-то. Так, вот эта рыба пока нам недоступна. Но маленькую рыбу мы уже можем есть. Рыбу-льва. Так, альбатросов пока тоже не можем. Но ничего, я думаю, что пройдет немножко времени, и мы и альбатросов тоже сможем захавать. Так, это... Я, кстати, даже не понял, а что это я красное такое съел? Ребят, напишите в комментариях, я не успел рассмотреть, что это было такое красное. По-моему, это было одно на все море. Так, хорошо. Прокармливаемся пока что. Шины пока что нам слишком большие. Ну, я думаю, что в скором времени, ребят, мы не только шины кушать будем, но и, не знаю, там корабли какие-нибудь. А, это, по-моему, конус был дорожный, что ли? Если я не ошибаюсь. Корабли, баржи, там, не знаю, подводные лодки. Короче, наш осьминог станет просто супер мощным. Так, что тут еще? Во, альбатросы пошли в дело, ребята. Отлично. Ред Футед Буби, кстати, его зовут. Не знаю, как это переводится. Так, типа, повыше. Оп. Захавали. Еще одного захавали. Слушайте, я уже хочу вот эту большую рыбу съесть. Сколько мне еще нужно для этого? Кстати, я правильно говорил, что это была рыба лев. Lionfish. Прямо написано. Если кто не видел, ребят, то вон в левом верхнем углу пишет там название последнего съеденного объекта, скажем так. О, узорный пакетик. Не знаю, насколько он вкусный, питательный, но нашему осьминогу вообще, походу, пофиг. Он ест все подряд. Абсолютно все. Так. Еще один альбатрос. И еще один. И. О, кстати, у меня все началось, ребят. Начался последний момент. Я думаю, что мы сейчас абсолютно все просто съедим. И начнется следующий уровень, наконец-то. Наконец-то, потому что я, по-моему, уже здесь все только что можно уже съел. Ну, так, машины тоже пошли в дело. Блин, какой огромный осьминог. Посмотрите, это уже реально стрёмно. Я бы не хотел с таким встретиться, честно скажу. Не хотел бы. Ладно, пойдемте дальше на второй уровень. Что у нас здесь? А, что за маленький такой осьминог? Вообще ничего не... О, нифига себе, дельфины. А, дельфины-то атакуют нас? Эй, дельфин, за что? Что я тебе сделал плохого в этой жизни? Он еще и других рыб, по-моему, кушает, если не ошибаюсь. Red talk. Я не знаю, как это переводится. Ну, вроде бы это может быть красный конус дорожный. Точно не уверен. Ну, может быть. Так, хорошо. Продолжаем, ребят. Кстати, уровень был очень длинный. Я так понимаю, что они теперь будут становиться все длиннее и длиннее. Ну, в принципе, в некотором смысле это даже хорошо. Потому что мы с вами посмотрели, поняли историю нашего осьминожка. И смотрим, что будет с ним дальше. Очень даже любопытно, на самом деле. Надеюсь, что его история закончится хорошо, и люди перестанут мусорить, что ли. Хотя бы. Хотя бы для начала мусорить в море. А так можно было бы и на земле тоже не мусорить. Ребят, лайк и комментарий от тех, кто не мусорит. Вот я на улице вообще стараюсь ничего не мусорить. Даже если, там, не знаю, скушал, там, слойку какую-нибудь, или выпил баночку газировки. Все равно лучше уж в руках это донести до мусорки, чем отправлять куда-то. А в море это уж вообще последнее дело, мне кажется. Так, водоросли все съел. При этом становлюсь все больше и больше. Ребят, я так понимаю, что скоро и дельфинам не поздоровится. Да, неплохо наш осьминог прокачивается. Так, туалет съел случайно или не случайно. Ну, в любом случае. Пускай будет, пускай будет. Да уж, короче говоря, я так думаю, что наш осьминог действительно очень скоро станет настоящим повелителем моря. А потом, может быть, и на сушу вылезет. Кто его знает, такое тоже не исключено. Тоже такое можно ожидать. Так, пока едим. Пока едим все, что только можно. Единственное, что меня удивляет, это почему так мало здесь в этом мире, ну, в этом море, точнее даже лучше сказать, всяких объектов. Потому что, видите, здесь рыб-то не особо много. Парочка дельфинов, да. О, все. Дельфин, до свидания. До свидания, мистер дельфин. До свидания. Все, дельфинчики, ребята, отъехали, а мы с вами продолжаем. Опять очень сложно зарабатывать звездочки. Сами видите, прям это большая проблема. Но ничего страшного, в общем-то, для нас это ничего не имеет значения. Так, что здесь? Ага, можно есть мусор, но нельзя есть рыбок, ребят. Поехали. Давайте попробуем. Я не буду, значит, особо спешить, для того, чтобы мы с вами могли скушать именно мусор, а рыбок оставить в живых. Мы как чистильщик моря, считай, выступаем. Чистильщик моря. Так, ложечка. Хорошо. Блин, ложечка одна упала. Музыка еще такая. Еще. Ложка. Еще ложка. Пока что растем, потому что, видите, сами здесь. Это, кстати, похоже на какие-то как будто бы бонусные уровни. Что за кису вот были такие бонусные уровни? Что за... За этого? За осьминога. Только из-за осьминога они прям падают вниз. Надо еще успеть все вовремя нажать. Так. Вот ложка. Так, внизу что? Еще внизу ложечка. Оп. Успел или нет? Нет, наверное, не успел. Блин, обидно. Так, вот еще ложечка. Я постараюсь смотреть, ребята, даже не просто на сам экран, а на стрелочку. Потому что стрелочка осьминога указывает на ближайшее расположение объекта, которому можно съесть. То есть, видите, вот, например, подсвечивает сразу. Уйть, уйть, уйть. Так, пошло дело. Становимся все крупнее и крупнее, ребята. А если... А чем крупнее, тем больше всяких штуковин мы можем с вами скушать. В этом огромный плюс. В этом огромный плюс. Так. Еще будут. Ой-ой-ой, съел рыбку. Съел рыбку случайно. Не хотел, не хотел. Ну, ничего не поделаешь. Такое иногда тоже бывает. Даже наш осьминог не всегда может уследить. Так, там рыба была. Хорошо, что я ее не съел. Еще немножко. Давай. Давай. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Осталось. Так, хорошо, что рыбу не съел. Я очень близок к этому был. Очень близок, кстати. Два раза даже. Так. Так. Половину где-то. Даже больше половины мы уже прокачали. Блин, это сложно на самом деле, ребята. Это только может быть выглядит так, что это супер-изи. На самом деле это супер-хард. Потому что надо внимательно следить за тем, чтобы ты и ел еще не только, как бы, правильные объекты. Потому что, видите, много достаточно объектов, которые кушать нельзя. Но еще и просто надо их находить. То есть, это вообще вдвойне сложно. Так, 29 сантиметров. Блин, я случайно рыбу съел, пока смотрел, сколько у меня осьминог уже вырос. Так, еще, еще. Кушай, кушай, кушай. Фу, я что-то уже устал, ребят, за осьминога играть. Это реально прям большая сложность. Так, какие-то там плавки мы получаем с вами. Еще плавки. Кто выкидывает плавки? Кому это вообще надо? Рыба, случайно. Ай, две даже, ну хватит. Все, осьминог, прекращай. Я не могу пройти без поедания рыб. Это слишком сложно. Так, пластиковые. Ой, ладно, это было сложно, ребят. Я вот ничего не могу сказать. Играть за осьминога капец сложно. Так, теперь мы... Ага, смотрите-ка, куда мы залезли. Теперь мы уже залезли на остров. Причем, почему-то на нем было дофига трусов всяких плавок. Так, огромный плюс в том, что мы сразу же выросли. Причем выросли нормально так. Так, а здесь... Ох, нифига себе. Что это за уровень такой рафляный? Так, дайте-ка я залезу сюда. Блин. Эй, а это сложно на самом деле. Так. Да хватит. Эй. Все. Хорошо. Все, скушал. Что у нас здесь? Оп. Отлично. И теперь осталось просто плавки доесть. Все. Ну это такой рафляный уровень, ребят, похоже, от разработчиков. Потому что, ну смотрите, это было слишком. Просто как-то слишком просто. Так, давайте я плавками уже допитаюсь. Ать. 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 Ну блин. Ать. Все. Отлично. А, сколько мне? Хоть одну? Блин, да ладно. Ну можно хоть одну звезду-то получить? Капец. Это очень сложно. Приходите здесь хотя бы на одну звезду, ребят. Это просто суперсложно. Так, сразу начинаем с поедания рыбок. Странно даже, что мы так... Эй, а почему? Ааа, гарпуны, блин, нифига себе. Так, а почему я некоторых рыб могу съесть? Или я могу есть? Вообще не понимаю. То есть тут есть разного размера рыбы, если я правильно понял. Да, похоже, что так. И причем гарпунисты их ловят еще вдобавок. Ха-ха. Попал в другого аквалангиста. Странно, кстати, что это так нормально все происходит. То есть один аквалангист попал в другого, и ему типа норм, почему бы и нет. Так, кушаем, кушаем. Становимся больше. Я так понимаю, что сегодня вот именно на этом уровне произойдет первая жертва. Первая человеческая жертва, можно сказать, нашего осьминога. А именно эти вот аквалангисты, которые еще друг в друга стреляют без конца. Так, оп. И то, что я получаю здесь много урона, я уже даже не обращаю внимания, потому что к жизни, к счастью, здесь нет. Можно получать сколько угодно урона. И при этом... Оп. И при этом все равно я звездочку не получу, поэтому я вообще не парюсь. Так. Главное это сделать все равно максимально быстро, чтобы мы с вами могли еще хотя бы один уровень заценить. Не знаю, успеем, не успеем, но я постараюсь. Так. Еще рыбка. Блин. Вот. Ну это вообще какой-то халтурный уровень. Тупо много размеров одной и той же рыбы. Даже не нарисовали разных рыб. Это причем зовут ее какой-то как-то группер. Как из Кэтгосфишинг. Помните, там тоже были всякие гранпер и так далее. Вот так и здесь группер. Все. Кстати, я уже рыбой любого размера питаюсь, я так понимаю. Скоро начну кавалангистами. Что тут скажешь о кавалангисты? Держитесь. Держитесь. Скоро для вас начнется не самый приятный момент в вашей карьере. Так. Давайте. Смотрю опять же больше всего на стрелочку. Потому что от стрелочки больше всего и проще всего понять. Блин. Только все. Первый успел съесть. Хорошо. Главное не давать им возможности скушать мою рыбу. Ну точнее застрелить ее. Так. Так. Пока что кавалангисты недоступны. Пока что не могу их доесть. Но ничего. Скоро это все изменится, ребята. О. Кажется. Да. Все. Ну все. Осьминог попробовал человеческое мясо, ребята. Я так понимаю, что сейчас начнется жесть. Мы уже метровый осьминог. Метр целый. Вот прикиньте. Целый метр осьминог. Вот. Именно поэтому я не хочу быть аквалангистом. Думаю, что такого осьминога можно даже в реальности встретить. В принципе без проблем. Скуба дайвера его зовут на английском, кстати. Так. Осталось чуть-чуть. Осталось чуть-чуть. Мы уже почти прокачались. Еще хотя бы одного, я думаю, аквалангиста. Так. Все. Все. Двух надо было скушать. Ну, одну звездочку. Да. Ну, почти что две даже. Нифига себе. Вот это рекорд. Давайте еще один уровень выполним, ребят. Последний. Так. Значит, можно есть лайнфишей. Потому что их слишком много. И они всех поедают. Так. Значит, мне можно кушать только лайнфишей. Я понял. Ну, причем они тоже разных размеров. Смотрите, прикольно. Так. Будем стараться. Блин. Правда. Ай. Большой лайнфиш. Ай. Нифига себе. Это сложный уровень. Тут и лайнфиши разных размеров, которые меня кушают со всех сторон. И других рыб. Еще. Блин. Это как-то слишком сложно, мне кажется. Давайте-ка мы, наверное, ребят, просто зарашим. Просто зарашим этот уровень. Будем кушать всех подряд. У нас осьминог без правил. Могу есть, кого хочу. И ничего вы с этим не сделаете. Ну, я не буду, конечно, специально это делать. Но если кто-то попасться, сможет ко мне в щупальца, то это его проблема. Так. Я кушаю вообще. Мне пофиг. Мне пофиг. Летаю осьминожка. Еще что-нибудь? Еще кого-нибудь? Блин, вот этих пока не могу. Но остальных лайнфишей поедаю исправно. Так. Эти пока слишком сильны для меня. А вот эти нет. Этих можно. Я даже не знаю. Не хотелось бы думать, что это детеныши лайнфиши. Мне бы не хотелось их кушать. Но каких-то маленьких. Может, это карликовые какие-то лайнфиши? Как вариант. Может быть. Может быть. Так. Почти что. Почти что всех. А, у меня вон очки отнимаются. Блин, а я только сейчас заметил, что у меня в правом верхнем углу экрана очки есть, которые у меня отнимаются периодически. Если особенно меня... Ой, минус 177 урона. Офигеть. Да, уж неудивительно, что мне не дают, ребят, эти звездочки. Я в минус ушел по урону. В минус. Это вообще возможно? Это вообще законно? Так, давайте мы сейчас доедим всех. И я думаю, что в следующий раз, ребята, мы с вами, скорее всего, уже увидим, ну, либо концовочку. Я, наверное, концовочку запишу все-таки на видос этого осьминожного приключения. И потом уже увидим, ребята, следующего. Я не помню, кто там. Пчела, что ли? По-моему, за пчелу будем играть. Вроде бы как. Так, хорошо. Сколько мне еще нужно? Блин, это вообще какой-то безумно длинный уровень. Ну-ка, подождите секунду. На уровне, конечно, разработчики здесь не пожалели. Стали делать огромные. Но ничего страшного. Мы ушли с вами. Лучший рекорд. Просто минус 5600. И, ребята, следующее видео уже не за горами. Обязательно ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на канал. 100 лайков выходят в следующей серии. Ну, а с вами был Ченаски. Увидимся уже совсем скоро в новом видео. До скорой встречи. И пока-пока.